Слава Богу, братья и сестры! Я благодарен Богу, что Бог подарил такую возможность быть на этом месте, и мы все собраны, чтобы послушать, что Господь нам скажет, чтобы взять что-то в наше сердце, в нашу жизнь, уйти отсюда с чем-то таким, может, не совсем новым, но может, новым для нас, может, что-то позабытое, что Господь нам раньше открывал, и Господь хочет обновить нас в чем-то, но да будет наше сердце открыто. Я хотел бы напомнить, местописание будет Матфея, 19 глава. Мы прочитаем тут местописание, которое говорит нам следующее. Господь говорил такие слова народу следующему. Мы знаем, что очень много людей следовали за Ним, и многие имели вопросы к Нему. И многие желали узнать, знаете, что требуется от них в следовании за Господом, и как они могут пойти за Ними, что они могут сделать, как бы уже что-то делалось в их жизни, извините, наверное, не то место заложил, но бывает такое. Я напомню об этом месте, потому что не буду читать, что-то не то место заложил, но приходит к Христу человек, молодой человек, юноша, и он говорит, что мне надо делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь сказал ему о заповедях, и он сказал, что все это он соблюдал от юности. Потом дальше он говорит, ну, как бы, что, а ты, честно, что мне еще остается сделать? Он говорит, продай то, что имеешь, и иди следуй за мной. И написано, что он отошел с большой печалью, потому что у него было большое имение. И, знаете, я думаю, не именно за имение хотел поговорить, а то, что у него был план жизни. Он распорядился, как он будет вести свою жизнь, а Господь ему что-то сказал иначе. И он ушел с печалью, потому что он не хотел поменять свой план. И Господь сказал, ты иди и следуй за мной. И, знаете, когда Господь нас призывает, иногда Он хочет, чтобы мы что-то оставили, чтобы пойти за Ним. И Он говорит, встань, иди за мной. И Петр встал, он оставил свои лодки. И Яков встал, он оставил. И Иоанн и Андрей оставили. Вот этот человек, он отошел. Знаете, и мы больше о нем не читаем дальше в Писании. Мы не читаем о последовательности. Мы не читаем, насколько успешен был его бизнес. Мы не читаем о всем том, что случилось. Может, он стал тогдашним миллионером или еще кем-то. Мы не читаем об этом, потому что все это земное, все это прошло. Он отклонил возможность следовать за Христом. А Господь нас призывает, говорит, посмотрите на то, что вечное. О горнем помышлять и не земном. Колоссянам 3 глава говорит, если вы воскресли за Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. И, знаете, что интересно, те люди, которые оставили, оставили все и пошли за Господом, мы этих людей находим на странице Священного Писания. Не ради их написано, но это последование, это решение, что они сделали за Христом, это отдача, что они дали, она имела положительный, прекрасный отпечаток для славы Божьей. И мы читаем об этом. Слава Богу за это. И Господь нам дает возможности в нашей жизни. И не всегда эти возможности мы принимаем. Иногда мы отклоняем эти возможности, и когда мы их отклоняем, мы сами себе делаем ущерб. Я хотел бы открыть место Писания 2, которое говорит нам о том, что мы должны открыть наше сердце, когда Господь нам говорит, когда Господь к нам стучится, и когда Господь открывает, когда Господь может что-то хочет сказать в нашей жизни. Я буду читать Иакова 1 глава, и будем читать 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор на слышание, «Медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души». Когда Господь нам говорит, Он хочет, чтобы у нас это сердце было распахнутое, готово принять это Слово, чтобы оно могло дать плод, чтобы оно могло принести плод нашей жизни. И дальше написано, «Будьте же исполнители Слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя». Господь нас призвал к чему-то великому, к чему-то такому превосходному, что уму непостижимо. Господь принес Своё Царство на эту землю. Если только единицам была открыта воля Божья, раньше Господь ко всем говорил, но единицам было такое особое помазание и данное милость Господу, то сейчас Господь повелевает людям везде и повсюду покаяться, прийти к Нему. Он открыл эту дверь широко. И смотрите, что тут написано. Евреям 3 глава, 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания вашего Иисуса Христа». Мы участвуем не в чем-то земном. Знаете, когда людей призывают принять участие в каком-то соревновании, в каком-то, может, в каком-то голосовании, в какой-то роль занять, в какой-то пост в государстве, это считается великой привилегией, большое дело. А Господь говорит, мы участники в небесном звании. Насколько это выше, чем это земное. Знаете, всё земное, оно пройдёт, а небесное, оно пребывает вечно. И Господь говорит, чтобы мы уразумели посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, чтобы мы стремились больше провести с Ним времени, что мы стремились больше Его узнать, узнать о Нём, узнать Его, проводить время общения с Ним. И я хотел бы напомнить нам такое место. Откровение, 3 глава, 11 стих. Написано, «Держи, что имеешь». Это предупреждение для нас. 3 глава, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сёстры, держи. Это значит, что есть опасность, что кто-то будет пытаться отнимать это у нас. Есть опасность, что мы можем по своему безразличию выпустить это, идти и просто, знаете, отдать это кому-то. А что мы имеем? Что мы получили от Господа? Мы получили от Бога великие и драгоценные обетования. Мы получили доступ к Господу. Мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и валимся. Слава Богу за это. Мы получили от Господа неиссякаемый источник сил. Написано, «Поток Божий полон воды». Мы получили это от Господа. И как мы держимся за это? Как мы бьёмся за это? Или «How do we fight for this?» Как мы держимся, чтобы никто от этого нас не забрал? Знаете, интересно, потому что, если что-то нам дали ценное, мы будем ценить и дорожить, если нам это ценное. А если мы не знаем, что это ценность, мы можем ходить и нечаянно по своей галатности это выпадет у нас из рук, или ещё что-то произойдёт. Вот я хочу прочитать ещё первое послание Тимофею. Апостол Павел говорит молодому служителю, что он хочет видеть в его жизни, и что Господь хочет видеть от него. И это будет первое послание Тимофея. Я буду читать из 6 главы первое послание Тимофея, 6 глава, и мы почитаем вместе 12 стих. 1 Тимофея 6, 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. Держись вечной жизни». Как мы держимся в вечной жизни? Как мы держимся за это сокровище? Как мы держимся за этот великий дар, который пришёл? Мы говорим об этом как о подарке, как кто-то подошёл, дал нам такой подарок. Но, братья и сёстры, за этим подарком стояла жизнь, стояло решение, стояло то, что Господь сошёл с небес и пошёл по этой земле, прожил эту жизнь, пострадал за нас, прожил эту жизнь. Вот это что такое жизнь вечная? Это не просто дали тебе пакетик конфет и подержи это. Нет. Это стоимость, это цена, это кровь пролитая. Знаете, ты познал ли силу крови? О, скажи, и мы отлитые крови Христа. Мы поём такой псалом. Ценим ли мы Христом? Ценим ли мы Его жертвы? Ценим ли мы тем, что Он сделал для нас? Это то, что нам поможет пройти через этот весь путь жизни. И знаете, что такое вечная жизнь? Я думаю, что мы до конца не понимаем это, но мы сейчас частично можем понять, что такое вечная жизнь, идя на этой земле. Христос сказал, 17 глава от Иоанна, в 3 стихе, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот наша цель жизни – это познавать того, кто нам дал эту жизнь. Познавать того, кто сотворил нас. И знаете, это не что-то такое, что мы можем сделать только один раз и отчеркнуть это на своём списке, что мы уже это сделали, можем идти дальше. Братья и сёстры – это каждодневное занятие, это каждодневная борьба, это каждодневное искание, это каждодневное добывание маны. Мы должны выходить, собирать каждое утро, каждый день. Если утром не получается открывать это слово и погружаться в Него, то днём открывайте. Если днём не получается, вечером открывайте. Но погружайтесь в Господа, познавайте Господа, познавайте могущество, силы Его, потому что Господь обещает, что если мы будем искать Его, Он откроется нам. Мы будем найдены Им, Он нас найдёт, и мы Его найдём. Он написано сказал, я приду, и мы придём, и обитель сотворим у Него в сердце. Тот человек, кто будет эти заповеди читать, погружаться в Господа, погружаться в Его учения, Он сказал, учение моё – это не моё, но учение пославшего Меня Отца. И знаете, что ещё хочу прочитать? Такое место – это будет «Филиппийцам» 2 глава. «Филиппийцам» – одна из моих самых любимых книг Нового Завета. Это все они прекрасные, но некоторые просто настолько сильно говорят, и мы можем получить от Бога такое назидание. Вторая глава, я не буду читать первых 10 стихов или 11, но там говорится характер Христа, как мы должны пребывать в нём, чтобы познать, кто Он такой, чтобы нам поступать так же, чтобы других предпочитать выше себя, чтобы со смиренно-мудрым идти, чтобы не о себе заботиться, но о других. И дальше мы читаем такое место, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы были всегда послушны, не только в присутствии моём, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Смотрите, тут написано «work out» – совершайте своё спасение. Господь уже совершил это спасение, но Господь говорит нам совершать это спасение. Господь говорит нам, чтобы мы вырабатывали это, чтобы мы развивали это спасение внутри нас. Нам дан драгоценный дар. Это, знаете, подобно золоту, спрятанному под землёй. Наше дело добывать, наше дело находить, наше дело искать. Написано «обездно богатства, премудрости и откровения, ведения Божьего». Как непостижима судьба Его. Господь сокрыл столько много богатства в этом слове. И блажен тот, кто может сказать, что «радуюсь я Слову Твоему, как получившему великую прибыль». Знаете, каждый день читаю это Слово, каждый день пребываю в нём. В 118-й Псалом мы видим, весь Псалом говорится о наслаждении человека Божьего в Слове Его, что он нашёл в Слове этом источник жизни, источник счастья, источник радости, и он живёт этим Словом, он движется этим Словом. Там написано «Слово Божье живо и действенно, оно острее меча обою до острова, оно проникает до раздаления души и духа, туда, где никто не может достать, никто не может увидеть составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные, нет тварей сокровенной от него, всё обнажено открыто перед очами Его. Ему дадим отчёт». Евреям 4, 12. Помоги нам, Господь, читать это Слово, погружаться в Него, чтобы Господь вселял на свой страх. Так, ещё одно место прочитаю, притчи, 9 глава, пожалуйста, откройте со мной, 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости, страх Господень и познание святого разума». Вот истинный смысл жизни, истинное достижение. Если кто-то достиг великой учёности, слава Богу, благослови их Господь, но если кто-то достиг познания святого и достигает это в своей жизни, благослови вас Господь, продолжайте идти этим путём познания Бога. Нету высшего смысла в жизни, чем познания святого. Нету высшего смысла в жизни, чем познать Иисуса Христа. Кто-то может нарисовать другие планы, кто-то может вам дать другое направление, но Господь говорит, «Это есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого вечного Бога, и постного Тобой Иисуса Христа». Это наш смысл жизни. Да погрузимся мы в это, да пойдём мы в этот путь, да пойдём мы в это дело. И знаете, написано, имея такое служение, мы не унываем. Может, потому что кто-то рисует другие пути нам, мы, может, не до конца познаём, какое богатство мы имеем, поэтому мы не можем оценить. Вещи познаются в сравнении. Знаете, когда мы будем перед Господом, перед Его престолом, и мы увидим ничтожность этого мира по сравнению со славой неба, тогда мы больше поймём, сколько мы пропустили, сколько нам надо было всё-таки больше стараний прилагать. Но давайте не будем ждать этого момента, чтобы сожалевать, что могли бы сделать то, могли бы сделать другое. Будем стремиться познать Его. Господня, когда сказал, группе очень учёных людей, которые очень знали Писание, но очень мало знали Бога, Он им сказал, чтобы они пошли и научились. Матфея 9 глава. Я прочитаю это предзаключение моего слова, чтобы Господь благословил нас и открыл нам это, свою волю. Смотрите, Господь проходил 9 глава, 9 стих Матфея. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, говорит ему, «Следуй за мной!» И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие митери и грешники пришли, возлегли с ним и ученикам его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьёт с митерами и грешниками?» Иисус, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию». Слава Богу за это место. Господь говорит учёным людям, которые проводили много времени с духовными вещами, но никогда не познали того, кто написал это. Знаете, давайте будем осторожны, даже в слушании Слова Божьего, когда мы исследуем, чтобы мы не исследовали букву, чтобы мы не исследовали чисто то, что написано, чтобы мы просили, чтобы Господь открывался нам. С каждым разом, когда мы открываем Священное Писание, Господь, Ты дал нам это Слово, я хочу познать Тебя. Ты сказал мне это, открой мне Твое сердце, говори ко мне, учи меня, наставляй меня. И Он говорит им, «Пойдите, научитесь, что значит». И продолжение этого стиха, это книга Оси, 6 глава, 6 стих, Господь так говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Господь хочет боговедения, Господь хочет, чтобы мы смотрели и видели ситуацию, как Он видит ее, чтобы мы шли и поступали так, как Джонатан Эдвард сказал, чтобы вечность, вот это понимание вечности было напечатано на наших глазах, чтобы мы все видели через вечность. Вот это человек вечный, вот это человек вечный. Каждое дело, что мы делаем, может повлиять на вечность, нашу, на вечность какого-то человека. Благослови нас, Господь. В заключение прочитаю последний стих, и мы будем продолжать наше служение, и дадим другим место, потому что тут очень много есть, чего слышать, и знаете, во что погрузиться. Это будет первое послание Иоанна, 5 глава. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 20-го стиха, или 19-го. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит возле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог, и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Да не даст нам Господь уклониться от этого слова, пойти за каким-то идолом, поставить какую-то землю выше Него, поставить какого-то человека выше Него, какую-то профессию, жену, мужа, детей, кого-то другого выше Христа в нашей жизни. Да не будет у нас идолов в нашей жизни. Да не пойдем мы вслед какой-то суеты, да не пойдем мы вслед какого-то пустоты, мусора, но призваны Господом в небесном звании, да познаваем мы истинного Бога и Сына Его Иисуса Христа. Сей есть истинный Бог, и жизнь вечная. Благослови вас Господь. Аминь. Будем молиться.